всем привет дорогие друзья сегодня как мне кажется у нас очень интересная тема вас зацепила лгбт это что сейчас это выдается за норму а таких вещей очень много поэтому интересно будет рассмотреть вообще все 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 я прошлый раз говорил о том что в европе очень сильно популяризируют депрессию и говорят что это нормально с каждым человеком это случается с чем я вообще категорически не согласна потому что это и порождает депрессию иногда нам бывает сложно и тяжело но это именно тот момент когда нужно взять себя в руки идти дальше и сделать над собой какое-то волевое усилие они различься и сказать со всеми бывает ну понятно что словом депрессия мы называем немножко не те вещи но в целом как у вас дела у меня дела хорошо как у вас отец оса что вы думаете по поводу депрессии ну вот знаете просто тут немножко депрессия это такое уже слово популярное я наверное говорю не больше за какую-то супер клиническую депрессию уныние скажем так так начнем во первых надо различать три понятия депрессия как болезнь депрессия как депрессии скажу так депрессивное состояние и уныние три вещи абсолютно разные ну сюда еще можно включить меланхолию мы все любили любим находиться иногда в легкой такой меланхолия как я люблю рассказывать сидишь в теплой квартире или в теплом доме за окном идет дождь приятный дождь или даже холодный дождь а у тебя в квартире тепло хорошо уютно кто-то для антуража зажигает свечи у меня для антуража точнее не только для антуража у меня горит камин настоящий настоящий конечно у меня самый настоящий что ни на есть сейчас все попробую боюсь что получится 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 не получилось о вот он вау отец и салпой конечно вообще так вот и естественно вот это меланхолия она предполагает такое настроение наоборот приятно что касается депрессии как болезни это болезнь существует на самом деле и она лечится только медикаментозным способом она имеет свои характеристики она имеет свои состояния свои фазы и она вычисляется только врачами психиатрами есть депрессивное состояние что касается до вернуться если обратно к болезни депрессии это нехватка выработки гормонов радости счастья как по-разному называют и это как раз идет стимуляция этих гормонов это нарушение это я бы сказал бы так это физиологическое нарушение когда гормональный сбой происходит и в этом гормональном сбое эти гормоны или не вырабатываются или вырабатываются в очень малом количестве например вот наркоманы они когда колятся они себе колят по сути вот заменитель или даже вот как морфин эндоморфин эндорфины заменители гормонов радости и поэтому сам организм перестает их вырабатывать когда организм перестает их вырабатывать и наркоман бросает наркотик то организму очень болезненно запустить обратно механизм выработки этих гормонов вот когда говорят про наркоманов что у них ломка один из элементов этой ломки это отсутствие этого гормона когда организм пытается настроиться заново работать сам на себя без вливания извне каких-либо химических веществ вот отсутствие этих гормонов или недостаточная выработка этих гормонов и можно назвать депрессии но если наркоман он сам себе это все делает и рано или поздно организм запускает механизм выработки этих гормонов то есть люди у которых физиологически нарушена эта составляющая и поэтому естественно исходя из этого человек перестает ощущать радость жизни и его конечно надо лечить медикаментозным методом есть депрессивное состояние депрессивное состояние это в силу каких-либо причин эти же самые гормоны гормон перестают скажем так происходит сбой выработки этих гормонов но это сбой минимальный организм сам все настроить самое главное в него не вмешиваться или можно даже вмешиваться но в положительном направлении например что повышает нам гормон радости еда от нее никуда не деться это повышает нам настроение это мы знаем отлично поэтому люди в депрессивном состоянии лучше всего конечно правильно питаться вкусно питаться спорт спорт это одна из наверное главных составляющих выработки гормона радости гормона счастья или любые другие физические упражнения даже копания картошки работа на огороде это тоже физические упражнения которые повышают этот гормон вот я обращал внимание на свою маму еще когда был юношей что у нее всегда было великолепнейшее настроение после того как она меня тащила на огород другое дело что у меня настроение абсолютно не было после картошки вообще никакого я был злой я был раздраженный столько времени убили на эту тупую картошку вообще на этот огород заставляли меня работать физически но человек это сложный механизм и так как человек это сложный механизм то для меня например выработка гормонов счастья она заключалась именно в занятии спортом тут очень важно иметь смысловую нагрузку если моя мама например она понимала что работа на огороде это наш прокорм то я как молодой человек я всегда знал мама меня прокормит но если мама не прокормит то я где-нибудь что-нибудь да украду все равно себя прокормлю я прошу прощения но если так шутку а занятия спортом для меня имела более смысловую какую-то нагрузку естественно я получал удовольствие не только как личность но и получал удовольствие именно при выработке те гормонов и уныние уныние это духовное состояние которое нельзя путать депрессии это абсолютно разные состояния как правило уныние святые отцы говорят происходит от гордости когда на нашу гордость нашу гордость ущемляют нашу гордость топчат то естественно после этого у нас возникает определенное определенное состояние уныния или же не дает не не происходит удовлетворение той или иной страсти например я хочу купить то или иное платье раз муж мы заговори за заговорили сегодня за лгбт то это скажу так я хочу купить какое-то красивое платье а у меня на это платье денег нету поэтому раз у меня денег нету естественно у меня возникает состояние уныния то есть в основе лежит любом случае погоня за какими-то материальными благами или серебролюбия ну или отсутствие денег в том числе причем отсутствие денег не просто отсутствие денег отсутствие денег для того чтобы поехать например отдохнуть куда-нибудь на богамы вот мне говорят слушай зачем тебе богамы езжай вон или на киевское море или вон в одессу мы сейчас немного сложнее чем обычно но рано или поздно все равно это возможно будет опять езжай в одесса ты говоришь не хочу в одессу хочу на богамы на богамы стоит дорог но все равно хочу на богам вот здесь тоже возникает определенное состояние уныния то есть уныние это духовное состояние его никак не надо путать с депрессией или депрессивным состоянием или тем более с меланхолией вот я так разложил на все части и теперь если будем проговорить то мы сегодня будем говорить все таки я думаю о депрессивном состоянии нельзя забывать что человек в наш наше время нашу эпоху это человек сидящий к есть человек творческий есть артосапиенс да вот человек думающий а есть человек сидящий или человек лежащий я как я как человек идейный матрас не как я люблю говорить то есть я на самом деле очень сильно люблю отдых пассивный может быть всего того что я в жизни достаточно активный то отдых я люблю только пассивный я идейный матрас не как я иногда выражаюсь вы не любите походы ненавижу ненавижу вообще вот у походов у меня будет дикая депрессия это мои любимые походы я настолько их обожаю что просто это моя мое альтереда пройдет пройдет я тоже в свое время в 20 лет я тоже любил походы вот если так можно выразиться немного надменно но наверное я могу уже так сказать с высоты своего возраста могу заметить такую вещь все должно быть органично у каждого возраста есть свои какие-то органичные моменты я в твои года я очень любил походы я очень любил испытывать свой организм на прочность я там любил ну не голышом понятно там в труселях выбежать зимой в снег и попытаться замерзнуть до такой степени что уже не чувствовал ногами снег то есть они у меня полностью отмерзать но мне интересно было и вот эти ощущения перепада температуры то есть испытание своего организма ломание кирпичей свою голову ломание палок да когда занимались рукопашным боем ломание палок а а спину а ноги понятно что отсюда и очень много травм и сейчас эти травмы он дают о себе знать поэтому я себя считаю полным балбесом что я так делаю в юности но понимаешь тогда я от этого получал удовольствие и походу у меня тоже были причем походу у меня были даже голодные когда я я помню на новый год я пошел вдоль линии обороны города киева которая была сорок первом году доты нашел карту этой линии и я прямо на новый год пошел по этой линии обороны потому что я не захотел праздновать новый год со своими друзьями решил провести его с какой-то пользой для себя какой пользы надо себя было испытать я хоть и оделся тепло но недостаточно тепло как надо было но мне нужно было себя и проверить и я как сейчас помню я себе так отморозил уши что у меня потом еще месяц кожа слазила с ушей потому что мороз был не на самом деле я честно может это так выглядит выглядит из моих слов но на самом деле просто мне было интересно проверить пределы человеческих возможностей не просто человеческих моих личных возможностей сколько я могу выдержать как я могу выдержать я понимаю что это было достаточно бездумно и безумно потому что я к себе мог по-настоящему уши так отморозить что они по меня отвалили слава богу они у меня не отвалились но кожа у меня на них облазила очень долго это да кошмар это ужасно но ты пойми анечка дело в том что это был такой период это я получал от этого удовольствия сейчас у меня такой период когда я получаю удовольствие от того что лежать просто на солнышке и просто загорать например отец ассал ну так у меня другое я так себя так не издевалась у меня вообще такая история что в 13 лет батюшка один который организовывал походы пригласил нас с братом и сестрой я думаю что мы поедем в карпаты пить на гаверли коктейль а мы шли 75 километров рюкзак был больше чем я и я помню как я шла по этой горе и я реально вот понимаю иду у меня нет сил я просто так вот уже слезы текут я уже просто еле там не знаю жива реально такое ощущение что я умерла 30 раз и воскресла после этого 31 раз я просто шла именно в тот момент я родилась как человек который понял что я могу намного больше чем мне кажется именно в тот момент это был самый сложный наверное день когда ты просто но я не знаю как это описать словами это было очень много лет назад но я до сих пор все это помню ну вот видишь то есть через эти физические испытания человек начинает чувствовать жизнь начинает чувствовать себя то есть человек когда сталкивается с какими-то трудностями причем трудности которые не позволяют ему отступить потому что есть другие люди или так обстоятельства складываются что отступить просто-напросто не можешь физически вот именно удивительно но именно в эти моменты вырабатывается гормон радости да да настоящий счастье когда ты сходишь на эту галеру на которой ты пьешься три дня и ты поднимаешь свои глаза и видишь что наконец-то этот момент настал но потом ты понимаешь тебе еще спускаться назад и твое счастье заканчивается а сколько впечатлений когда ты уже оказываешься в теплой обстановке уже в домашней обстановке у тебя остались воспоминания и самое главное осталось это чувство удовлетворения от достигнутой цели вот это это важный момент понимаете в чем суть в том что мы люди мы люди комфорта как я уже сказал есть люди артосапиенс а мы люди сидящие лежащие жрущие и в этом пытаемся увидеть максимум комфорта но удивительное дело организм нам подсказывает что загоняя нас в это депрессивное состояние что это не естественное состояние для человека естественное состояние для человека это прежде всего достижение тех или иных целей и достижение этих целей не только умственно но и физически почему я считаю что для современного человека жизненно необходимо заниматься спортом тем более человеку который живет в городе а так человек сидит или в машине или в офисе или дома на диване или в кресле или как я сейчас за столом провожу пол своей жизни или же даже в общественном транспорте но тоже сидящим до но как говорится что есть то есть да ну время уже такое же говорю уже идейную матрас ником стало так вот то есть скажу так перешел на уровень уже умственный то есть современном мире депрессивное состояние это к сожалению естественно состояние вследствие того что человек перестал много двигаться много двигаться и много он перестал много двигаться но встал, много есть. Удивительно, организм как реагирует. Вообще, я должен заметить, что мы очень плохо прислушиваемся к собственному механизму, прислушиваемся к собственному организму. Потому что как вот переедание, оно тоже очень сильно гасит гормональный фон. Почему людям нужен алкоголь, особенно на праздниках? Потому что много еды. Когда много еды, вот попробуйте, я думаю, что каждый из вас испытывал это состояние, когда наедался, наедался, наедался на каком-то празднике, но не пейте. Потому что, когда вы пьете, то вы хотите этого или не хотите, но вы искусственно поднимаете себе настроение. Алкоголь, по сути дела, это тот же самый элемент, то, что я рассказывал о наркотиках. И происходит такая вещь, что человек, который переедает, у него затормаживаются все его механизмы и выработка гормона в том числе. А чувство голода, или а тем более сознательное чувство голода, оно, когда, скажем так, периодическое, не постоянное, а периодическое, то оно, наоборот, способствует выработке гормона радости. Когда мы постоянно голодаем, то тут уже там, там куча всяких моментов. Там уже и кортизол вырабатывается, и гормон радости тоже перестает вырабатываться, нарушение гормонального фона происходит. Там другая вещь. Но здесь, как раз, когда периодически мы голодаем, а тем более, когда мы это делаем сознательно, потому что нельзя брать физиологию без исключения нашей, без отключения нашей головы. Помнить о том, что есть такой девиз, если знаешь зачем, преодолеешь любое как. То есть, если знаешь зачем, это заключается в том, что нужно во всем видеть смысл. Если ты не видишь смысл, то даже гормональный фон может нарушиться человека. Бессмысленно. Хотите человека убить, заставьте его делать бессмысленную работу. Здесь много часто люди мне предъявляют такие претензии. Особенно люди, которые церковные. Но ведь в потеряках же описано, как там тот или иной послушник совершал бессмысленную, бесполезную работу. Например, поливал сухую ветку или сажал овощи вниз головой. Я должен заметить, здесь тоже есть свой смысл. И послушник отлично его понимал. Главный смысл это отсечение собственной воли. Это и был смысл. Но другое дело, что в каждом действии нашем мы сами можем найти смысл. Даже в самой бесполезной работе мы можем найти смысл. и когда мы находим смысл, для нас работа уже не становится бессмысленной. А когда работа становится бессмысленной, то мы механизм наш организм сам запускает механизм гормональный. Понимаете, о чем я хочу сказать? То есть вы пропали, я вас не слышу. Поговори, пожалуйста, мне сейчас тут продукты привезли, две секунды. На самом деле, вот, к примеру, вещизм тоже сейчас очень популярный. То есть чем больше у тебя в шкафу вещей, тем лучше. Я, кстати, именно тот человек, который прошел интересный путь, связанный с этим моментом. Потому что раньше у меня было куча простых вещей, особенно платья разные. И вы знаете, вот так, чтобы на один раз. Потому что второй раз уже как-то не очень хочется это одевать. Но как-то настал такой период в моей жизни, когда я много переезжала, и мне нужно было выбирать только самые основные вещи. в какой-то момент я почувствовала, насколько мне проще, насколько мне хорошо, когда у меня нет ничего лишнего. Это настолько дает внутреннюю свободу. Я после этого стала практиковать такие моменты, как периодически. Ну, договаривай. Я, правда, не слышал, что ты говоришь, но я просто вижу, что ты прямо прекратила полусловие. Я говорила про вещизм. То, что вы тоже начинали, сейчас очень популярно вообще очень огромный гардероб иметь. И это была моя проблема раньше. То есть у меня очень большой выбор, вы просто не знаете насколько. У меня просто столько вещей всяких, которые я не ношу никогда. И когда я, серьезно, вот у меня один образ на один раз был. и когда я часто переезжала, был такой период в моей жизни, я стала выкидывать ненужное, то есть брать самое важное, потому что мне просто лень было его таскать. И я дошла уже до того, что у меня буквально люди удивляются, как я живу с вот таким вот чемоданом, то есть у меня все мои вещи могут поместиться в один чемодан, потому что мне настолько надоело, когда у меня куча вещей, но мне надо по факту мало. То есть я выбираю реально то, что я ношу, то, что мне нравится, то, чем я пользуюсь, и у меня нет ничего лишнего. Ну, понятное дело, что в этом вопросе можно всегда расти, всегда избавляться, ну, чего вы смеетесь, избавляться, избавляться из вещей. Это тоже пройдет, Анечка, не переживай. Чего? Говори, говори. Нет, по сути своей ты права полностью, да, есть такой момент. Да, ну, просто, вы знаете, есть такая какая-то небольшая болезнь, когда тебе нужно, чтобы все углы были забиты какими-то вещами, или тебе, а, вот еще что, обидно что-то выбрасывать. Это у меня такое было, какая-то коробка ненужная, там, какая-то вещь вообще вот, ну, ты стоишь и думаешь, ну, а вдруг, а вдруг настанет тот священный момент, когда мне придет в голову какая-то великолепная идея, и я воспользуюсь этой вещью. А есть такая книга классная, про какая-то там магическая уборка или что-то такого, про организацию вещей, и там первым пунктом очень хорошо расписано, что нужно в один день взять, собрать свою волю в кулак и просто выкинуть все эти вещи, которые ты не носишь, не пользуешься, и чем меньше захламленности, тем проще жить, в голове начинает растуманиваться, и реально мысли как-то собираются, поэтому для меня это важно, чтобы ничего лишнего не было. Да, согласен. Есть такое в том числе, понимаете, то есть болезни нашего времени это прежде всего депрессивное состояние, ты прости, Анечка, я просто вернусь к той мысли, которую прервал, депрессивное состояние, и для того, чтобы все-таки нам начать бороться с этой болезнью, надо прежде всего активный образ жизни, и как я уже говорил, понимаете, комфорт, он убил в нас, у нас одну главную, главный момент, мы перестали прислушиваться к самим себе, мы перестали прислушиваться к своему организму, и когда мы перестали прислушиваться к организму нашему, то тут как раз и самая большая проблема, потому что прислушиваясь к организму, я допустим могу понять, так, мне надо сегодня отдохнуть, или я там могу сегодня на час больше поспать, но поспав сегодня на один час больше, я должен вернуться в режим завтра. Вообще, кстати, что самое интересное, режим, он вызывает определенные ощущения и вызывает ту же самую выработку того же самого гормона радости. Так вот, это... Никогда нельзя спать на час больше в выходной. Это все советуют, и я тоже на себе испробовала. У меня раньше была такая привычка, что если есть возможность поспать на час больше, я сплю, и я понимаю, что я еще больше уставший. Да почему же это так? Оказывается, что это очень вредно для организма. Лучше просто полежать, если есть время, но не спать, чем продолжать сон. Да, то же самое, как спать, нужно ложиться обязательно до 12 часов. Лучше всего даже до 11. Потому что выработка мелатонина, выработка других гормонов, оно как раз начинается где-то ну, по разным источникам, по-разному, где-то грубо говоря, с 11 или с 12 до 2, до 3. Вот, то есть, в этих пределах. Кстати, я смотрела классную штуку, где может, я найду, скинула. Очень хороший ученый рассказывал про то, что это на самом деле большой миф, про то, что есть конкретное какое-то время выработки. Самое главное, это регулярность, и самое главное, ложиться определенное время и вставать. Вот именно не количество часов, которые ты спишь, а если, например, ну, у меня график такой, я ложусь сейчас ночью и просыпаюсь в 8 утра. И это у меня каждый день, всегда. Согласен полностью, это то же самое, как с желудочным соком. Когда ты приучаешь себя кушать в одно и то же время, то организм начинает выделять желудочный сок именно в это время. То есть, по сути дела, это то же самое. Вообще, организм – это очень гибкая система. И, естественно, эту гибкую систему мы должны приспосабливать к своему образу жизни. Анечка, тут еще есть один такой важный вопрос. Если мы заговорили о болезнях нашего века, нашего мира, то одна из этих болезней, я не могу это обойти мимо, и даже я сегодня думал обязательно это зацепить, она немного в стороне стоит, но это существует. Это злословие. Почему злословие? Потому что я даже завтра молодежку собираюсь проводить по тому, как мы выражаем свое мнение или суждение о тех или иных событиях или о том и ином человеке. Ведь злословие – это не просто злословие. В злословии скрывается одна из главных проблем – это хамство. Даже если это хамство внутреннее. Удивительная вещь, когда вы находитесь в том или ином коллективе, как говорится в шутку, сам Бог велел обязательно обсуждать своих коллег или же особенно ругать начальство. Обратите внимание, в Священном Писании, особенно у апостола, там сказано о том, что начальство надо почитать. Это не потому, что это какое-то там раболевство. Нет, а именно потому, что это одна из главных добродетелей. Потому что, если мы не будем себе воспитывать добродетель почитания старших, почитания начальства, почитания старших учеников, учителей, почитания вообще людей, которые старше нас, почитания коллег, которые по карьерной лестнице выше. Почитание это не означает раболевство. Тут мы впадаем в крайность или лукавства, лицемерия, когда человек начинает подлизываться, или же, когда человек хочет показать свою абсолютную незамгажированность, абсолютную самостоятельность и абсолютную свободу. И здесь он впадает в другую крайность, это злословие. Внимательно посмотреть, когда начинаешь разговаривать с человеком, говорю, слушай, а почему ты начальника обсуждаешь? Или почему ты вот его осуждаешь за то, что он там, ну, например, там, не знаю, ну, например, что он там пьяница. Типа, да что я его буду слушать, и он там пьяница. Почему ты его осуждаешь? Ты знаешь, что в основе, что это, по сути, своей хамство. Ведь мы как хамство понимаем? Когда встречаются два человека, вот я сейчас тебе, например, начну хамить. И ты мне можешь сказать, отец Иосиф, не хамите мне, пожалуйста. Но мы почему-то хамство воспринимаем, ну, я к примеру, мы хамство воспринимаем только вот, когда лицом к лицу, забывая о том, что в грехе хамство скрывается намного больше. Если мы вспомним хама, то мы увидим, что хам ведь осуждал своего отца не лицом к лицу. Он осуждал своего отца за спиной его. Мало того, я даже скажу больше, он осуждал его правильно. Почему? А потому что отец лежал пьяный, выпил сока виноградного, забродившего, а не знал, что это уже вино, и напился. По сути своей, хам, только, как мне говорят, я ничего не осуждаю, я лишь только констатировал факт. Не-не-не. Хам тоже констатировал факт. Просто он констатировал факт осмысленно. Точно так же, как его часто и мы осмысленно факт этот констатируем. Поэтому здесь такой важный момент именно почитание начальствующих. Я еще раз повторю, я это говорю не потому, что я сам начальствующий, а именно потому, что я сам тоже подчиненный, как и все мы. Это СССР. Надо было просто подключить братьев. И, кстати, что касается братьев, то же самое. Хамство, ведь это очень большой порог, огромнейший порог. Это порог, когда человек не просто начинает хамить, а когда человек начинает выражать свое собственное осуждение и даже, скажу больше, навязывает свое собственное осуждение другим людям. и что самое главное, за спиной у того, кого он злословит. Но в обществе это считается абсолютно нормой и даже нормально пообсуждать кого-то, посплетничать. А у каждого есть свое мнение, так вам скажут. Вот об этом и речь. Вот об этом как раз и речь. И мы свое мнение незаметно для самих себя мы уподобляемся тому же самому хаму. И не важно, правильно мы осуждаем человека или неправильно. Как я уже сказал, хам очень верно подметил вещи и рассказал своему сыну Ханаану, а потом рассказал братьям. Так что но это болезнь нашего мира в том числе и мало того это считается даже определенным шиком. Когда я считаю неправильным что-то и начинаю уже человека затеянные вещи осуждать. Вот так. Знаете, есть такая детская хорошая пословица кто обзывается тот так сами называется. Мне она так нравится. Честно, я недавно думала над тем, что у меня была такая привычка всех пообзывать дебилами. Вот не знаю, что-то мне нравилось. Вот было у меня такое и потом я как-то поняла, что реально это настолько забирает много энергии и потом уже я себя так воспитывала, что я не могу себе позволить употребить мыслях в идеале или еще в любое обзывательство. тупой человек недалек еще какой-то. Вот ни в коем случае нельзя особенно говорить вслух. Вот если я говорю вслух, это все, это уже полное дно, потому что ну это очень сильно разрушает меня в первую очередь и человек он на самом деле не тупой и не дебил. Потому что это правда, это потому что я такая я вижу это в нем по факту. И вот с этого начинается злословие дальше. Если так себя приучить постепенно перестать говорить вслух, то потом внутри это тоже уходит меньше, по крайней мере становится, потому что мы зачастую хотим как-то самоутвердиться перед другими, когда на людях обзываемся или еще что-то такое. Да, так и есть. Да, Анечка, может у тебя еще какие-то вопросы были по поводу о том и так от тем ушли далеко сегодня. Почему далеко? Мне понравилось. Кстати, раз тебе нравится, то еще расскажу несколько вещей. Как сейчас происходит такая подмена грехов более приятными словами и мало того, когда человек как когда тот или иной грех он облекается в какую-то красивую форму, в красивое слово, даже скажу так, конструктивное слово и прикрываясь этим человек начинает развивать себе то или иное страстное состояние. Вот я даже для себя выписал несколько таких моментов. Есть такое красивое слово коммуникабельность. Вот мы все коммуникабельны. Но под коммуникабельностью это понимается не просто развитие своего собственного ума и умение общаться с человеком не теряя своего лица. Или скажем так умея имея умея имея свою точку зрения выслушать воспитанно точку зрения другого человека. Как правило коммуникабельность у нас сейчас понимается под лицемерием и под халлипством. Да, да, кстати, да. Что, как хочешь быть, вот если внимательно взять многие учебники, да, под коммуникабельностью как раз понимается именно этот момент. Особенно когда в переговорах. В переговорах если вы хотите добиться тех или иных результатов, обратите внимание, в основе лежит что? Твоя собственная цель. Цель добиться результатов тех или иных переговоров. И вот здесь включаются все манипулятивные методики. Одна из этих методик это подхалимство и лицемерие. Когда я подстраиваюсь под человека, начинаю с ним находить точки соприкосновения, а потом начинаю потихонечку продавливать свою линию или уводить его в свою сторону, выгодную для меня. И потом говорят, да, этот человек коммуникабельный, он на самом деле коммуникабельный, с ним можно говорить абсолютно на любые темы. Но говорить с этим человеком можно, но если вы этого человека спросите, а твоя точка зрения соответствует тому, что ты слышишь от другого человека? Он честно может сказать, нет, но у меня здесь свои цели. Поэтому часто под коммуникабельностью мы понимаем не моя точка зрения и умение со своей точки зрения корректно, аккуратно подойти к другому человеку, выслушав его точку зрения, даже если она кардинально отличается от моей. Следующий момент это общительность, когда в курилке собираются коллеги и начинают кого-то обсуждать или кофеек пьют и начинают кого-то обсуждать сверху донизу, как я говорил уже начальнику. И потом мы с одним поговорили, с другим поговорили, там пообщались, там пообщались и потом у людей спрашиваешь и как вам мнение об этом человеке, например, обо мне? Говорят, что, очень классный чувак, общительный. Но по сути дела в основе этой общительности лежат сплетни и злословие. Потому что, как я уже говорил, это момент того же самого хамства и умение опять же подстраиваться, подстелаться под другого человека, быть общительным. Тут есть, я еще тут выписал, сейчас посмотрю, что там. Ну, я уже говорил, напористость. Напористость ведь по сути своей считается, что вот этот человек напористый, да, но под напористостью часто мы скрываем очень важные такие страсти, когда я готов идти по трупам, я не готов уступать другим людям или готов уступать другим людям, только если это выгодно опять мне. Обратите внимание, любая страсть, она направлена прежде всего на меня. то есть других людей я использую для своих целей прежде всего. А в основе, если говорить, возвращать правильный контекст для этих слов, как коммуникабельность, общительность, то правильный контекст этих слов это я умею общаться с другими людьми, не теряя самого себя, во-первых, и во-вторых, не используя других людей для своих каких-то целей. Так, вот мне особенно нравятся фразы, особенно вот у классиков это часто звучит. Говорят, он хороший человек, у него есть гордость. Ну, тут явно для человека верующего, духовного, здесь явно когда идет вопрос, стоит вопрос о гордости, то этот человек по определению уже не может быть прикрываться никакими добродетельными вещами, потому что за гордостью мы принимаем как некий положительный фактор, положительный момент. Он гордый или наоборот человек говорит, нет, это человек негордый. Негордый это как знаете что-то плохое. Например, вопрос тоже есть, вот этот человек бережливый. Под бережливостью часто как правило скрывается одно очень такое неприятное качество скупость. Потому что раз бережливый, то это вроде бы хорошее качество, нормальное качество. Бережливость она предполагает какие-то моменты добродетели. Но как правило под бережливостью у нас понимается что человек скупой. Ну и последнее, это так я просто в общих чертах, и последнее это любовь языка то, что он трансформируется исходя из внутренних ценностей нашего общества, нашей вселенной, нашей земли. Это не только наш язык, украинский, русский, английский, французский. Многие языки, во-первых, упрощаются, и то же самое греческий. Языки упрощаются, и в этих упрощениях слова, за которыми скрывались те или иные добродетели, за которыми могли скрываться те или иные добродетели, сейчас эти слова, за этими словами начинают скрываться страсти человеческие, которые бурлят, кипят, страсти, которые надо в себе всячески даже развивать, и общество советует эти качества развивать. Скажите мне, пожалуйста, возьмут человека на работу, если скажут, что слушай, этот человек не гордый, абсолютно. И на него, знаете, даже оттенок такого момента, что он типа не гордый, или он некоммуникабельный, или он необщительный. Человек может быть необщительным, но он может быть достаточно умным и профессионалом того или иного дела. А необщительным его будут считать только тогда, когда он не будет ходить в курилку, тогда, когда он не будет трепаться языком, когда он будет просто работать, выполнять свою работу, не пытаясь подстроиться, подладиться под коллектив тот или иной. В этом проблема. Проблема в подмене. Ну и что касается там однополых взаимоотношений, отношений, тоже в том числе происходит такая же самая составляющая. когда считается, что все друг друга могут любить. Да, любить, да, но не сексом заниматься, это разные вещи. Да, да. Согласна. Вот, кстати, по поводу любви, даже не то, что семейной какой-то, а даже вот дружбы и так далее, общения, в принципе, сейчас настолько люди стремятся к тому, чтобы более быть близкими, то есть знать все друг к другу и так далее. Вот как-то я это заметила. У меня не одни взаимоотношения провалились из-за этого. И потом я как-то прочитала у святых отцов, что они говорят хуже всего, когда вы переступаете вот этот барьер вольности какой-то. То есть идеально сохранить отношения с каким-либо человеком, вообще неважно. это может быть и ну, в общем, неважно. Суть в том, что каждый раз нужно стремиться видеть человека как впервые, относиться к нему с таким вожделением, что ли, вот с такой новизной, чтобы не позволить себе ничего лишнего по отношению к нему, не переступать вот этой границей, что с каждым днём мы настолько уже начинаем, так скажем, не заботиться о этих границах, что всё равно стоит. И вот я на этом почувствовала большую такую силу в этих словах. Ещё вы говорили по поводу конкуренции, по поводу хождения по головам, потому что людям прививают вот эту конкуренцию, хотя её просто не существует. По факту, если это твоё, я с этим сталкивалась 300-500 тысяч раз, когда просто у меня достаточно конкурентная среда такая, и она, конечно, воспитывает, но потом ты просто настолько задалбываешься жить в этой конкуренции, что тебе уже настолько это просто уже тошнит, и ты начинаешь понимать, что если это моё, оно будет моим. Кто мне скажет, не скажет, получится у меня, не получится, оно реально будет моим, независимо от того, сколько, да хоть миллион людей будет претендовать на это. И поэтому я всегда, если какие-то есть идеи и так далее, я всем рассылаю, всем предлагаю, но в том плане, что я не скрываю, так сказать, свои возможности, вот так вот сажусь с ними, и никому не смотрите, не дам мне, не вздумайте. И это очень круто, это очень освобождает от какого-то такого лишнего стресса, который потом приводит даже, можно сказать, умение какое-то. Вот что я ещё хотела сказать по поводу, подмены, так это то, что сейчас очень стало популярно транслировать добрые дела. Вся наша благотворительность сейчас в соцсетях живёт. Слушай, Анечка, это моя больная тема, потому что мне очень многие говорят, сейчас-то понятно, мы затихли, но многие говорили, отец ССАФ, почему вы не рекламируете вашу организацию мода с неравнодушной, почему вы нигде не говорите о том, что вы делаете, почему вы должны говорить об этом, вы обязаны говорить об этом, вот посмотрите, ведь это спонсорские там моменты, это же контракты, это же всё и всё и всё. Вот здесь происходит тонкая подмена. Подмена, когда вроде бы ты пытаешься сделать доброе дело, но по сути своей, и да, когда ты говоришь, то люди видят и люди тебе жертвуют на твои добрые дела, чтобы ты продолжал делать добрые дела. Но в голове у человека психологически у него меняется причинно-следственная связь. И в конце концов что-то становится на первое место, а что-то на второе. И зная человеческую природу, а я не строю иллюзии по поводу хорошести человеческой природы, потому что мы знаем, что человеческая природа грешная, больная, то какие бы мы добрые дела не делали, все равно страсть она выйдет на первое место. И сбор денег и тщеславие оно обязательно выйдет на первое место. Поэтому это для меня дилемма всегда была в молодости. И как раз вот война заставила меня переосмыслить многие вещи в волонтерской деятельности в том числе, в какой-то спонсорской деятельности в том числе. И насколько нам все-таки надо рекламировать нашу деятельность. Или же все-таки пускай она отдается Богу. Подождите, так а что вы, к чему вы пришли после войны? Я еще ни к чему не пришел. Я просто пришел к пониманию того, что погоня за спонсорством вроде бы полезная цель. Ты говоришь о своих добрых делах, это люди видят, тебя начинают спонсировать, благодаря спонсорам можешь делать еще больше добрых дел. То есть по сути дела идет увеличение добрых дел. Но под увеличением добрых дел скрывается как бы там ни было, но опять же наша тщеславие. А в Евангелии Господь четко сказал, пусть правая рука не знает, что делает левую. И все. Все. Нету никаких по этому поводу компромиссов. Вот я настолько не верю в это спонсорство, если честно. Это мне кажется наоборот такая ловкая. Это не значит, что я так делаю, просто есть у меня такая задняя мысль, что если это действительно нужно, вот появилась какая-то мысль, то Господь даст деньги, если так нужно. Если нет, то нет. А нам получается всегда в голове кажется что-то неопределённое. А вот вдруг мне нужно будет, а вот вдруг мне будет мало спонсоров, а вдруг то, вдруг всё, поэтому давайте срочно рекламировать, нужно всех подключать, там всё. Это такая какая-то лишняя суета в итоге получается, что вот реально проще. Если надо, оно будет. Не надо и не будет, и всё. Классно пишут про то, что вот если мы делаем доброе дело, то Господь нам воздаёт либо здесь, либо на небесах. В том плане, что если вот сейчас я что-то сделаю и всем расскажу об этом, как-никак меня за это обязательно похвалят, заметят там, ещё что-то и всё это доброе дело, оно как бы не имеет уже смысла, потому что я уже как бы здесь своё получила. Ну вот я же говорю, что здесь палка в двух концах, потому что с одной стороны ты можешь делать больше добрых дел, но с другой стороны а стоит ли оно того? Стоит ли оно того, потому что всё-таки мы люди верующие, а так как мы люди верующие, то да, вот твоя позиция только что озвученная, она как раз и является наверное краеугольной в этих вещах, что главное всё-таки добрые дела и главное моё сердце. С каким сердцем я делаю те или иные добрые дела? И если это Богу угодно, то Он пошлёт людей, а если не угодно, то не пошлёт вообще никого, и нас пошлёт подальше от себя. Да, это знаете, вот я только что мне пришла такая в голову мысль про то, что добрые дела по сути свои и не имеют смысла, в том плане, что когда я жила в монастыре, что-то я уже говорила об этом, там привезли сметану, очень много её прям, и она должна была испортиться на следующий день, и вот мы говорим, может быть, приготовить какой-то пирог такой, чтобы её использовать, чтобы её не выкидывать, как-то вот такое предложение, и одна сестра сказала нам как-то вот так вот доходчиво, скажем так, что здесь всё по благословению матушки, тут суть не в том, что вы предложите гениальную какую-то идею, все просто упадут, и это будет самое доброе дело в вашей жизни, здесь суть в том, чтобы сделать то, что нужно, здесь цель другая, то же самое и возможно в жизни, в более глобальном плане, главное это прислушиваться как бы к воле Божией, делать то, что он говорит, а доброе это дело или нет, никто не знает на самом деле, может мы соберём этому человеку деньги на лечение, а на самом деле ему, ну, они не нужны уже будут, мы же не знаем этого. То есть, опять же, возвращаемся к главному, главное, возвращаемся к главному, что чтобы доброе дело делало лучше человека меня и делало доброе дело другому человеку, то есть, улучшая его состояние физическое, материальное, финансовое, любое, делало его лучше. Вот это главная, главная затея любого доброго дела. А если мы гоняемся только за человеком, если мы гоняемся только за тем, чтобы человеку помочь, но абсолютно выкидываем остальные неизвестные этого уравнения, выкидываем себя, там, пользу, пользу, духовную пользу, свою, духовную пользу других людей, то это доброе дело, оно перестаёт быть добрым. Понимаете, проблема человечества и вообще проблема человека в том, смотрите, два человека махают киркой. Вот, просто махают киркой. но один человек махает киркой в, на каторге, а другой человек махает киркой там, ради себя, добывает там золото, например. Но действие ведь абсолютно одинаковое. Оба человека физически работают, оба человека махают киркой. но смысл абсолютно разный. Состояние человека абсолютно разное. И мотивация этих людей абсолютно разная. И вот эти все составляющие мы выкидываем при любом добром деле, а его нельзя выкидывать. Проблема как раз человека в том, что он не задумывается над тем, что он делает. Точнее, он настолько сосредотачивается на самом объекте, грубо говоря, на кирке и на том, что он долбит породу. Но абсолютно не задумывается, насколько это духовно, душевно, физически полезно тому или иному человеку. И, кстати, два человека работают киркой, и у каждого человека свое состояние физическое, больное или здоровое. То есть, я хочу сказать, что в нашем мире нас, людей на земле настолько много, что мы стали мыслить статистическими цифрами, стали мыслить статистикой, вместо того, чтобы пытаться продолжать мыслить личностно. вот я братья в монастыре тоже учу этому, когда одному я могу какие-то вещи благословить, но я просто выхожу из себя, когда мне начинают говорить, а почему тому брату можно, а мне нельзя? Да, в детском садике это, кстати, всегда. Потому что и это как раз идет с детского садика, нас воспитывают, будь как все, делай как все, и тогда мы начинаем смотреть на других людей и делать ровно столько же, сколько делает другой человек. Или пытается делать столько же, или еще хуже так же. Но ведь есть абсолютно много составляющих, выпадающих из этого уравнения. Разный возраст, разные моменты, разное внутреннее состояние. А Бог прежде всего, почему Он смотрит не на лица, а на сердца человеческие? Что скрывается под этим? Что скрывается под тем, что Бог смотрит на сердце человеческое? Не помню, в каком житии, точнее, житие самого слова напомню, что две девушки, две сестры, близняшки были, оказались сиротами. Одна попала сестра в луднице, а другая попала в очень благочестивый дом к христианам. И обе сблудили. И Бог судил их абсолютно разным судом. Потому что если девушка, которая жила в доме блудницы, она ничего не видела, кроме блуда. И она из всего этого хаоса сблудила один раз. А другая девушка, которая выросла в очень благочестивой обстановке, с любящими приемными родителями, она переступила эту черту и сблудила один раз тоже нагрузка греха на человека, на человеческую душу абсолютно разная. Поэтому в нашей жизни очень важно смотреть прежде всего на личность человека. Вот так. Да, классно. И еще есть пунктик, даже просто чтобы мы успели. Вот медитация. Хотела сказать, что по этому поводу интересно. Сейчас популярны разные всякие практики, их очень много. Что меня в этом всем смущает? Что люди идут по верхам. То есть никто не хочет углубляться, никто не хочет понять, где буддизм, где не буддизм. Даже может быть хорошо, если человек буддист, он полностью посвящает себя какому-то делу, изучает эту религию и так далее. И как-то живет в призме в какой-то конкретной системе, а не так, что я чуть-чуть помедитирую, чуть-чуть побегу, поскочу, похожу и так далее. Какая-то такая несерьезность, безответственность в этом есть, которая мне не нравится. Анечка, я тебе предлагаю о современных методах успокоения себя в данной ситуации тоже с медитацией, чуть-чуть разобраться, мы можем на следующем эфире. Хорошо, хорошо. Не, если хочешь, то есть, в принципе, ты же командирша здесь, я тут лишь только подчиняюсь и предлагаю свои идеи. Конечно. Я ну правда. Хорошо, а у нас еще есть пять минут? Да, наверное. Ну, у вас есть? Да, 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 у меня есть, да. Хорошо, просто, чтобы закончить эту тему, если не успокоение, то еще вот такая штука есть, как панический поиск успеха. Ух ты, вот ты копнула, да. Вот у нас у всех есть вот этот маячок. Я даже себе запишу эту фразу, мне она понравилась. понимаешь, панический поиск успеха. Ну, это конкретно про меня. Вы честны? Я до какого-то периода пыталась понять, в чем состоит успех и как бы побыстрее до него добежать, как бы сократить эту дорогу. И, конечно, когда читаешь вот эти книги, там, где написано слово успех, там постоянно говорится, что нужно организовать свою жизнь, чтобы было богатство. Ну, такое самое банальное, самое банальное, набор успешного человека, дом, машина, там, не знаю, что еще. не буду говорить. Вот. И люди настолько вот как-то тянутся к такому простому, поверхностному, что они теряются потом в этом всем очень сильно и разочаровываются в жизни. Да, естественно, разочарование будет по-любому. Обязательно. Когда неправильно поставлена цель и неправильно расставлены акценты в смысле собственной жизни, то разочарование будет по-любому. Однозначно. Слушай, Анечка, я даже подумаю над этим темом, вот именно панический поиск успеха. Настолько, правда, мне очень понравилось это словосочетание, эта фраза, потому что она отображает полностью всю суть современного, современной погони, за успехом. Причем, если бы это было просто погоня, то ведь это на самом деле паническое, истерическое, паническое, панический, истерический поиск успеха. А что бы то ни стало и пораньше, и побыстрее. да, и вот, кстати, по поводу труда, каким образом еще, так скажем, доходить до этого успеха, у нас считается, что если человек работает физически, то это, ну, как минимум, непрестижно, что ли. Хотя я в последнее время прихожу к тому, что физический труд, он намного больше успокаивает. Да, Кот Матроскин еще в мультфильме сказал про стоквашение, что физический труд объединяет. Да, да, и вот знаете, я расскажу, уже, в принципе, то ли месяц, то ли, короче, нормально. Я практикую такую штуку, я на сутки откладываю телефон. Вот просто. Для того, чтобы дообработать информацию, потому что сейчас у нас есть такая большая проблема, это перенагрузка мозга. Я думаю, у каждого человека, сколько бы он ни работал, эта штука есть, потому что каждый день мы переписываемся 130 раз, потом смотрим то, смотрим все, а для людей, которые еще и учатся, это еще плюс дополнительный груз информации в мозг. И иногда мы сходим с ума именно потому, что мы не успеваем до конца додумать все, что у нас здесь есть. И я понимаю, что когда я физически что-то делаю, какой-то физический труд, у меня есть вот это время наконец-то перестать потреблять и начать перерабатывать эту информацию. А в ней можно понаходить тоже всего много интересного. И вот настолько у нас в жизни убирается этот труд физически, вообще полностью. Вот у меня робот-пылесос, он ко мне заезжает, когда я меня прошу. И он говорит, заезжай, пожалуйста, убирай. И он, вот понимаете, я просто ухожу с комнаты, я прихожу, а уже чисто. И я даже ни калорий не потратила, чтобы у меня был идеально чистый пол. И все, в принципе, что мы делаем, когда мы стираем. Раньше хотя бы я ненавижу стирать, потому что меня ругали в детстве, что я не могла выжимать нормальную одежду. Я выжимала, из нее потом капала постоянно. А сейчас мы просто положили вещи, оно само постиралось и все, и ничего не нужно. И вопрос в том, что мы просто лежим на диване, и все у нас в телефоне, у нас мозг постоянно работает, а тело не работает вообще. И это реально проблема. Мне кажется, что со временем мы все посходим с ума именно из-за этого. Если бы мозг работал, если бы мозг работал, не надо себя тешить иллюзиями. Листание социальных сетей это не работа мозга. Абсолютно. Это определенное состояние, я бы даже сказал, нирваны, что ли. Вызывание тех или иных эмоций, которые у нас вызывают. Листание этих соцсетей. Или зависти, или ненависти к подруге, которая уехала на Багамы, те же самые, в Турцию, а я сижу в шепетовке, например. Понимаете? Это же... Это все листание. Поэтому мозг это не... Нет, мозг так не работает. Это не мозг работает. А в остальном ты полностью права. Вы знаете, даже по поводу зависти у меня другая штука. У меня паническая такая... Мне кажется, что я обязательно кому-то нужна в этот момент. Мне обязательно кто-то напишет. Я сейчас зайду, и у меня там сообщения, а я на них час не отвечала. Люди просто все поумирают без моего привет, без моего там... Без моей помощи. И я первые моменты, когда выключала телефон на сутки, мне казалось, что всё. Вот я вам честно, это не смешно. У меня мозг сходил с ума. Мне казалось, что у меня все умирают везде просто. Поголовно. И если я сейчас не зайду, не прочитаю эти сообщения, всё будет ужасно. И это так страшно на самом деле. Реально. Потому что по факту мы никому не нужны. Вот я никому не нужна за сутки. Без меня всё пройдёт. Жизнь продолжится отлично. Никто даже может и не вспомнит про меня. Никому это супер не надо. И вот понимание этой вещи мне настолько оживило, что ли. Не знаю. Я прям стала... Ну, видишь, хорошее слово. А тебя это оживило. Значит, замечательно. Стала живее. Всех живых. Ну всё, ладно. А то я буду рассказывать до вечера. Хорошо, Анечка. Тогда всем ангелы-хранители есть над чем сегодня многим подумать. Так получилось, что с одной стороны я боялся, что у нас очень эфир рваный, а оказывается, что достаточно даже, как вот пишут, интересный прошёл. Потому что... И я понимаю, почему. Потому что мы затронули много фрагментов разных, и каждому можно найти для себя что-то интересное в этом. Но я так думаю. Да? Хорошо. Тогда следующий про... Как люди себя успокаивают? Ну, медитация. Медитация, да. Да. Про методы успокоения. Хорошо. Так говорите. Спасибо за совет. Спасибо вам. Спасибо.